здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу познакомить вас с новым членом нашей нашего семейства прошу любить и жаловать бык вот такой милый симпатичный упитанный с цветами в руках и мастер-класс по его изготовлению сейчас будет показан и если вам интересно вы любите работу из джута оставайтесь с нами и давайте вместе сделаем такого замечательного гаврюшу и так что нужно нам для изготовления бычка его мы будем делать на основе и вот за основу я возьму пищевую пленку в общем она мне полюбилась за свою пластичность и так естественно клей перелитый бутылочку бежевый джут для начала делаем каркас головы . длина сантиметров 8 вы можете делать больше меньше смотря как его размера бычок вам нужен теперь наматываем с одного из краев такой молоточек делаю немножко расплющиваем молоточек делаю Переходим на второй конец молоточка. Также наматываем здесь будет голова, глаза и уши. С одной стороны нужно сделать повыше, вот так и продолжаем наматывать. Все это сглаживаем пленочкой, вот так обтягиваем. Вот так вот. Вот так вот. Вот видите, уже врисовывается что-то такое скульптурное. И конечно приминаем так, формируем голову. Можно пройтись еще назад. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Я думаю достаточно. Вот такой у нас получился молоточек. Но мне кажется немножко плоский затылок. Поэтому вот кусочек пищевой пленочки я вот сюда подкладываю, чтобы создать объем. и обтягиваем еще пленку. И обтягиваем еще пленку. Вот заготовка головы готова. Теперь мы начинаем ее укрывать жутом. Начинаем с морды. И делаем такую овальную улиточку. Ориентируясь опять же на размер нашей заготовки. Если вам неудобно вот так протянутая нить через флакон с клеем, пожалуйста, делайте как раньше. Просто сухой жут, а потом втираем клей. И за questioned сухой жутко. Вот это классика. Посвященцем скоростью и舐ем. Вот они весь, потому что у нас очень вкусно. Дорогая жутка и этой белки — сухой жутка. У нас очень вкусно, очень вкусно, очень вкусно, очень вкусно. У нас очень вкусно. У нас очень вкусно. Клей обязательно втираем, дадим подсохнуть. Приклеиваем улиточку. И уже продолжаем обматывать мордочку на самой уже форме. Аккуратненько, виток за витком. Стараемся, чтобы не было ступенек перепадов. И вот таким образом, не доходя до окончания вот этого выступа, отрежем ниточку. Теперь мы делаем полоски. Если вам удобнее делать их на файле, пожалуйста. Приклеиваем полоски. Вот верхняя часть головы. И по центру мы укладываем основную полосу. Еще одну полоску. Делим ее пополам. Даже их можно обе сразу вот так, чтобы было одинаково. Делим ее пополам. Смельчай. Делим ее пополам. Четверо. Маленький. Четверо. 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 приклеиваем с двух сторон от центральной полосы обязательно промазываем клеем ждем когда высохнет и формируем приминаем берем следующую полоску и вот так отрезаем симметрично с другой стороны то же самое даем приклеить продолжаем в том же духе укладываем полоски вот так вот так вот так Если где-то вот так разъезжается, мы потом можем ниточками прикрыть, ничего страшного в этом нет. И таким образом и низ головы тоже закрываем полосками. Вот эти плавные изгибы нам нужно тоже выпрямить, поэтому можно сделать вот таким образом. И так далее. Получается такая джутовая мозаика. И с другой стороны также вырежем и приклеим. Не заклеиваем с этой стороны, где голова будет крепиться к туловищу, то есть нам здесь нужно отверстие будет делать. Вот таким образом и оставляем хвостик такой. С другой стороны также. Вот мы закрыли всю голову и теперь продолжаем работать с мордочкой. Начинаем с того места, где мы отрезали джут. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Вот видите? Какая получается мордашка. Сильно много крутить не надо. Вот. Закрыли место соединения и достаточно. Втираем клей. Теперь будем доделывать все остальные элементы головы. Теперь начнем с ушей. Вот такую я полоску, достаточно широкую сделала, чтобы хватило расстояния и места вырезать уши. Складываю ее пополам, разрезаю на две одинаковые. Прикинь, да? Достаточно. И что еще? Немножко вот так. Полоску вот так дугой выгнем слегка. И вторую так же. Вот так вот. Добавляем. 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 Лучше обрезать. Такие ушки-лепесточки. Пока сохнут ушки, мы сделаем челку и реснички. Это белый джут или колбасный шпагат белый. Примерим. Если что, лишнее обрежем. Вот так распушим нитку. Это будет челка. Вот так. Это белый джут. Это белый джут. Приклеиваем. Обрезать мы всегда ее успеем. Так, теперь реснички. Точно так же. Сейчас посмотрю, может быть по одной ниточке хватит на реснички, а то будет слишком густо. Так, вот челочку мы подрежем. Длинновато, а то глаз не будет видно. Вот такая белобрысенькая. Теперь клеим реснички. Так, сначала глазки наметим, где же они у нас будут. У коровок широко расставленные глаза. Вот так. Поехали. Вот так. Вот так. Вот так. Продолжение следует... 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 Вставляем... Продолжение следует... 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 Ну вот, поправим, когда высохнет. Вот такая мордашка бычья улыбающаяся у нас готова. Теперь приступим к изготовлению туловища. Ну, опять при помощи пленки. Если вы найдете что-то более удобное для вас, лучшее, пожалуйста. Можно даже вату пропитывать клеем. Ну вот, я ничего не нашла, кроме пленки. Делаем. Сначала намечаем размер нашего туловища. Думаю, не стоит его делать слишком большим, но надо сделать бычка упитанным. Так, уберем пока. Все похоже так, как мы делали голову. Но здесь утолщение мы будем делать с одного конца. С того места, на котором бычок будет сидеть. И наматываем, наматываем столько, сколько вы посчитаете необходимым, чтобы туловище бычка было красивым. Ну, делаем такую морковку. С одной стороны потолще, к другой, где будет крепиться голова, поуже. Вот такая морковка у меня получилась снежная. Прямо сосулька. И теперь мы будем ее закрывать жутом. Естественно, начинаем с вот такой улиточки. Круглой. Закрываем дно, скажем так, то место, на котором бычок будет сидеть. Приклеиваем. Приклеиваем и уже на этой форме начинаем обвивать эту форму, вернее, обвивать жутом. Вот, видите, я уже обмотала от жута туловище. И сейчас будем насаживать голову. Приклеиваем. Дадим приклеиться и место соединения обматываем джутом, чтобы его не было видно. И вот смотрите, какой милый гаврюша у нас получается. Туловище с головой уже есть. Осталось сделать хвост и ноги. Делаем ноги. Ну, делаем ноги. Смешное выражение. Делаем ноги быку. Итак, нужно сделать их массивнее, особенно нижние, задние, скажем. Поэтому не жалеем ниточек. Придаем им округлую форму. Я думаю, надо еще добавить. А то бычок у нас упитанный, а ножки будут тоненькие. Надо, чтобы все было гармонично. Делаем такой жгут. И еще. Втираем клей. Вминаем его туда. И катаем вот так. Придаем округлую форму. Копытца я сделаю из темно-коричневого джута. Это вовсе не обязательно. Можно сделать и из бежевого. Но так будет поярче и заметней. Вот верхние ножки. Это нижние. Пополам их разрежем. Такое коромысло. Если будут длины, слишком отрежем и все. И так примеряем. Лучше сразу их выгнуть, а потом приклеивать. Отрежем вот так наискосу. Прискосу. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот, бык уже с руками. Вот, смотрите, вот он сидит. Клей еще мягкий, поэтому ножки, ну, я не придала форму. Потом, когда все приклеится, можете повыгнуть их сильнее, ручки и ножки. Остался только хвост. Теперь мы делаем хвост. Точно так же, как ноги. Делаем жгутик. Полщины такой, какую вы сами наметите. Ну, в разумных пределах, конечно. Ну, вот такой, к примеру, мощный хвостик. Кисточку хвоста хочу сделать тоже беленькой. Ну, вот такую полоску из белого жута. Вот так приклеиваем. И потом распушаем. Вот получился хвостик у нас. И так же наклей его посадим. Ну, можно, конечно, сделать так же, как я делала, раскаленной отверточкой дырку. И вот таким образом внедрить ее внутрь. Смотрите, как вам будет интереснее и удобнее. Вот, вот. Вот он наш гаврюша с белыми ресничками. Практически готов. Ну, что можно? Дать пучок травы ему в зубы или в руку. Ромашек, все что угодно. И усаживайте под елочку. Вот какой замечательный бычок.